МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов, готовы подвести информационные итоги этой среды. В эфире новости дня. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заложники ремонта. На одной из улиц Оренбурга дорожники забетонировали вход в жилой дом. Печальные цифры растут. В регионе еще пять оренбуржцев с диагнозом ковид скончались. Производить лекарств стали больше. Аналитики подсчитали схемы производства медикаментов в стране. Сбил пешехода. В России хотят ввести новый термин. Он коснется водителей электросамокатов. В Грачевском районе очаг африканской чумы. Все погибшие животные уничтожены. Дед Мороз отмечает свой день рождения. Оренбуржцы присоединяются к поздравлениям. И начинаем выпуск с предупреждения регионального МЧС. В ближайшие сутки ожидается туман, видимостью 500 метров и менее. Просьба водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Погодное явление обусловлено небольшим потеплением. Однако осадки, по прогнозу синоптиков, стоит ждать лишь в выходные. Ну а мы продолжаем. На улице Комсомольской дорожники забетонировали вход в жилой дом. Сегодня специалисты подрядной организации приступили к ремонту тротуаров. Теперь оренбуржцы не смогут попасть к себе во двор, пока не высохнет эта смесь. Кроме того, горожан беспокоит уровень нового тротуара. Почему бетон укладывают при минусовых температурах и можно ли это делать, разбирались наши корреспонденты. А вот здесь будет плитка. Вот по этому ребру. Еще вчера Надежда Саблина могла выйти из дома беспрепятственно. Тротуар был вровень со двором. Сегодня ситуация резко изменилась. Очень высокий уровень. Вода будет стоять здесь. Снег куда будет стекать? Снег обычно стекает. А это будет здесь просто болото. Это как вот можно было так сделать? Представляете, такой уровень. Еще один вопрос у горожан. А как теперь на автомобилях заезжать во дворы? Преодолеть такое препятствие легковому транспорту не под силу. Дорожники разводят руками. Говорят, это не их компетенция. С помощью рулетки мы сегодня решили измерить, сколько составляет перепад между старой и новой дорогой. Как выяснилось, не меньше 37 сантиметров в таком же положении оказались жители соседних домов. К примеру, в этом проживает пять человек, большинство из которых пожилые люди. Когда они решили делать новый центр города, они вообще не позаботились о жильцах. Куда будет сливаться вода? Будет дождь, сейчас зима. После зимы надо сливаться, чтобы вода куда-то сливалась. Вся вода будет сливаться во двор. Администрации на эти вопросы не отвечают. Вот эти самые рабочие говорят, мы вам можем сделать, но за отдельную плату. Сказали за отдельную плату. За деньги все решают, деньги за деньги все решим. А что именно решают? Чтобы сделали на уровне со двором. Уже в полдень на место приехала машина, после чего дорожники начали заливать бетоном тротуар. Жители предупредили, пока не засохнет эта смесь, наступать на поверхность нельзя. У горожан возникает вопрос, а как теперь им попасть к себе домовить? Многие из них сегодня на работе. Администрация Оренбурга поясняет, раньше каждый домовладелец обустраивал подъезд к дому как мог и с чего мог. За этим никто не следил. Теперь подрядчик сделает одинаковый уровень. Рабочие организуют сток воды, чтобы оно уходило, насколько это возможно, с существующим уровнем асфальта. Ворота подрядчик обещал поднять. Каждый двор стараются отрабатывать индивидуально, учитывая особенности. Сегодня, когда рабочие заливали бетон, на улице было минус 11 градусов. Специалисты отмечают, это грубые нарушения норматива. Такое покрытие долго не прослужит. Нельзя, потому что бетон набирает прочность. И вообще все остальное при положительных температурах. Ну, в лучшем случае это может быть ноль. Но не как минус 11. Это невозможно. Вода просто замерзнет. Значит, да, бетон, он так вот будет выглядеть, как будто он нормальный. Он померзнет, будет похож на какое-то твердое покрытие. Но он обязательно летом рассыпется. Почему подрядчик решил провести работы в холодное время года и когда решат вопросы с местными жителями? Мы продолжим следить за ситуацией в ближайших выпусках новостей. Анонимых Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Если вы попали в сложную ситуацию, которую не можете решить самостоятельно, и ваши проблемы требуют огласки, позвоните нам. Корреспонденты ОРТ готовы помочь. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии 8 800 257 00. Звонок бесплатный. А теперь к другим темам. Вопросы дистанционного обучения продолжают будоражить общественность. О качестве занятий на расстоянии, психологических и технических сложностях мы уже рассказывали в прошлых выпусках новостей. Родители возмущены и юридическими аспектами. В среду в Государственной Думе рассматривали законопроект о дистанционном образовании. Но не все знают, что цифровое обучение школьников теперь неотъемлемая часть обучения в школе. Требуется ли согласие родителей для перехода на дистант или нет, знает Ольга Энгельс. Заявление не писали, согласие на такую форму обучения не давали, заявляют родители. Многие склонны считать, что это и вовсе проверка на прочность. Вторая волна дистанционки вскрыла и пробила в российском законодательстве. Объем заданий и количество уроков не регламентированы. Закончил географический факультет. Удаленка – вынужденная мера. В очередной раз повторяют чиновники. И это только на время. На заочное обучение дети перешли с началом второй четверти. Для первых и вторых классов каникулы продлили на две недели. Режим повышенной готовности, который у нас объявлен в указе губернатора. И так получается, что в этом режиме повышенной готовности находятся только школы. То есть работают заводы, работают увеселительные заведения. И ограничения и карантинные меры приняты только в школах. То есть мы с этим как бы не согласны. Дистанционное обучение уже закреплено в законе об образовании. Это статья 16-я. Порядок применения удаленки прописан в новом законопроекте. Именно его сегодня рассматривает Государственная Дума. Документы регламентируют роль педагога, название и количество уроков, которые можно провести электронно. Выполнение домашнего задания и проведение итоговой аттестации сообщают в Комитете Совета Федерации по науке. Пока дистанционка вводится или отменяется указом губернатора. От мнения родителей в данном конкретном случае мало что зависит, поскольку это уже установлено нормативно. По сути их согласия не требуется. Есть указ губернатора, то есть президент Российской Федерации дал поручение самостоятельно регионам определять тот объем противокоронавирусных мероприятий. И губернатор распределился именно таким образом. То есть нужно перевести всех на дистанционное обучение. Заявление не требуется. Напомним, на своей официальной странице в социальных сетях губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что традиционные уроки для учеников начальных классов возобновятся с 23 ноября. По остальным решение будет принято на оперативном штабе. Сейчас очно занимаются только 11-классники. Ольга Энгельс, Константин Воробьев, Новости дня. Переходим к свежим данным по коронавирусу в Оренбуржье. К сожалению, в федеральном оперативном штабе вновь сообщают о новых жертвах ковида. На этот раз за последние сутки скончались 5 оренбуржцев. А печальная цифра летальных исходов 168 человек. Всего с начала пандемии коронавирус зафиксирован у почти 21 тысячи жителей региона. Плюс 187 человек за последние сутки. Чуть меньше 143 оренбуржца смогли победить вирус и выписаны из лечебных учреждений области за последние 24 часа. Сейчас прервемся. Во второй части программы вы узнаете. Производить лекарств стали больше. Аналитики подсчитали схемы производства медикаментов в стране. Сбил пешехода. В России хотят ввести новый термин. Он коснется водителей электросамокатов. В Грачевском районе очаг африканской чумы. Все погибшие животные уничтожены. Дед Мороз отмечает свой день рождения. Оренбуржцы присоединяются к поздравлениям. Это новости дня. Мы продолжаем. По данным Росстата, в январе-октябре 2020 года объем производства лекарств в России вырос более чем на 20% по сравнению с показателями 2019 года. Несмотря на то, что в отчетном месяце лекарственных препаратов было изготовлено на 11,5% меньше, чем в сентябре этого года и почти на 12% меньше, чем в октябре 2019-го, можно с уверенностью говорить о росте производства лекарств и других медицинских препаратов и материалов в России в целом на 21,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, говорят эксперты. Так, например, в годовом выражении выросли объемы производства антибиотиков до 70 тысяч, сывороток и вакцин до полумиллиона ампул, диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов до 5,4 миллиона упаковок, клейких перевязочных материалов до 8 миллионов упаковок. В то же время производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось до 32,6 тысяч. Ну а сейчас о курсе валют. Стоимость доллара и евро, по данным Центрального банка России, сейчас на вашем экране. К происшествиям. ДТП произошло в областном центре. На пешеходном переходе пенсионерку сбил водитель электросамоката. Подробности произошедшего, а также какой статус сейчас имеют люди, управляющие подобной техникой, расскажем в следующем материале. Момент столкновения фиксируют камеры наблюдения. Все происходит в считанные секунды. Женщина ждет разрешающего сигнала светофора. Загорается зеленый свет и ее сбивает парень на самокате. Подобные аварии не редкость. Только в Оренбурге за последние полгода произошло несколько похожих инцидентов. Причем порой страдают и сами водители электротехники. Ну вот это вот что? Почитай, пау, как тепло вода. Примечательно, что в действующем законодательстве, говорят в ГИБДД, нет такого понятия, как водитель электросамоката. Соответственно, нет и особых правил и требований к лицам, управляющим подобной техникой. У нас есть такое понятие, как пешеход. То есть лицо, которое находится вне транспортного средства на проезжей части. То есть лицо, которое ведет мотоцикл, либо которое двигается на ролику коньках, самокатах, скутерах. Это именно пешеход. Однако скоро ситуация может измениться. Ряд федеральных СМИ, ссылаясь на Министерство транспорта России, сообщают о новом проекте изменений ПДД. В правилах появится термин «средства индивидуальной мобильности». К ним будут относиться моноколеса, гироскутеры, электросамокаты и даже ролики из хитборды. Людей, управляющих этой техникой, вынесут в отдельную группу. Разделят по возрасту и по возможностям выезда на проезжую часть. Также установят ответственность за нарушение правил. Правда, говорить о том, что эти правила вступят в силу уже завтра, пока не приходится. Проект поправок должен пройти стадию рассмотрения. А решение по нему примут не раньше лета следующего года. А пока водители самокатов и гироскутеров продолжают считаться пешеходами. Вячеслав Кампо, Игорь Бероев. Новости дня. И еще из новостей среды. В Грачевском районе выявлен очаг африканской чумы. Все погибшие животные уничтожены. Об этом сообщают в региональном управлении Росельхознадзора. Как сообщают в ведомстве, животные обнаружены в лесной зоне. Это дикие кабаны. Всего было найдено 10 павших особей. При лабораторных исследованиях патологического материала от павших кабанов выявлен вирус африканской чумы и свиней. В настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага, сжигание трупов павших животных, дезинфекция места сжигания трупов. В конце октября в ведомстве предупреждали оренбургцев о вспышке африканской чумы в Самарской области. Тогда в соседнем регионе погибло 47 диких кабанов и 66 домашних животных. Зарегистрировано свыше 60 неблагоприятных пунктов в 10 территориях области. Напомним, африканская чума – вирусная болезнь свиней. Для человека заболевание может быть несмертельным, однако, как любой вирус, может ослабить иммунную систему. По данным специалистов, люди могут переносить это заболевание бессимптомно. Среди животных болезнь распространяется быстро. Погибают до 100% заболевших особей. Лечение запрещено, вакцины не существует. Сегодня свой день рождения празднует главный символ Нового года – Дед Мороз. Считается, что именно 18 ноября на его родину в Великий Устюг приходит настоящая зима. Семилетняя Полина свое письмо Деду Морозу пишет заранее, чтобы подарки точно успели оказаться под елкой вовремя. Я верю в Деда Мороза, я его жду каждый год. И в этом году я попрошу, чтобы он мне принес игрушку. Написать письмо Деду Морозу – обязательный предновогодний ритуал для многих российских детей. За 15 лет существования почта Деда Мороза в Великом Устюге приняла почти 4 миллиона писем. Письма приходят круглый год. Не закрывает свои двери и резиденция Деда Мороза. Посетителей здесь встречают в любое время года. Сегодня здесь празднуют день рождения главного волшебника страны. У нас, как правило, в день рождения Деда Мороза вся сказка посвящена празднику. И в этот день тоже. Уже работает тропосказа, где проходит праздничный квест. Это полярный Деда Мороза, где будет игра пиру по обжиры. В почтовом отделении новые программы экскурсионные. Свой день рождения Дед Мороз празднует в прямом эфире. Заодно зажигает и первую новогоднюю елку. Поздравить главного волшебника поспешили сказочные персонажи со всей страны. Привет! Привет, Великий Устюг! Здравствуй, Дедушка Мороз! Желаем тебе крепкого здоровья, крепкого, как лед священного Байкала. Пусть полярная звезда ведет вас по тропинке удачи. Удачи тебе, Дедушка! И здоровья! В этом году пандемия заставила волшебника немного изменить свои планы. В каком режиме вотчина Деда Мороза будет встречать гостей на новогодних каникулах, пока неизвестно. Возможны изменения и в традиционном всероссийском турне Деда Мороза. Уже известно, количество городов, которые главный российский волшебник посетит в этом году, станет меньше. А недавно из-за карантинных мер в Хантамансийске отменили всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, который должен был состояться 10 декабря. Малика Джумалеева, Константин Воробьев. Новости дня. Дедушка Мороз, как истинный волшебник, подарки не только принимает, но и дарит. Уже совсем скоро Новый год, и к выбору пожелания надо отнестись ответственно. Корреспонденты ОРТ вышли на улицы города, чтобы узнать, что оренбургцы попросят у новогоднего волшебника на этот раз. Здоровье, конечно, в первую очередь, чтобы Дедушка Мороз в мешке в своем принес здоровье в сегодняшнее наше такое непростое время. И всем счастья. Чтобы этот кошмар закончился, скорее бы. А кошмар-то что? Дыме. Ну, не знаю, наверное, здоровье для близких. А и что? Ну, и денег побольше. Быстрее бы коронавирус закончился. Наверное, чтобы эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась. А еще, а для себя? А для себя? Улучшится это и будет все остальное. Здоровье главное. Чтобы следующий Новый год, он отличался от этого года. Как бы, чтобы люди были счастливы в следующем году. Вот, всем удачи и всего хорошего настроения. По результатам нашего экспресс-опроса, большая часть, а это 60%, у новогоднего волшебника хотели бы попросить улучшения непростой эпидемиологической ситуации. Чтобы Новый год оренбуржцы встретили в праздничных нарядах, без масок и перчаток. Еще 30% опрошенных сочли бы лучшим новогодним подарком здоровье себе и своим близким. И третье место досталось материальному благополучию. Богатство у Деда Мороза хотели бы попросить 10% оренбуржцев. Но пока предпраздничного настроения у оренбуржцев нет. Тем более, что массовые гуляния из-за пандемии на Новый год отменяют по всей стране. Оренбург не исключение. Уже известно, что программа мероприятий в областном центре в этом году будет изменена. Ужесточения ограничений прошлись по всей России, так как эпидобстановка в большинстве субъектов остается пока напряженной. В Оренбургской области, как и в столице, изменен режим работы развлекательных заведений. Так, рестораны, кафе, бары, караоке не работают с 23 вечера и до 6 утра. Приостановлено проведение культурных, выставочных и любых зрелищных мероприятий. Похоже, можно забыть и о корпоративах в традиционном понимании. В Москве уже говорят, что главный праздник в году войдет в историю под новым трендом, как домашний пижамный Новый год. Свой юбилей празднует Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. В этом году ему исполнилось 190 лет. В 1830 году по указу оренбургского военного губернатора Павла Сухтелена в Оренбурге был создан музеум и объединил в себе коллекцию разрозненных экспонатов. Что хранится в нем сегодня и как отмечает большой юбилей, подробности в следующем сюжете. Настольные, деревянные, церковные, сувенирные. Впервые в зале Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Самые звонкие экспонаты. В честь юбилейной даты здесь собрали колокола и колокольчики разных эпох. Их история ведет свое начало с бронзового века. Пользовались ими во время религиозных церемоний и ритуалов. Применяли в качестве музыкальных инструментов и на военной службе. Всего на выставке представлено 85 подлинных колокольчиков XIX века. Колокольчики воспеты и в стихах, и в песнях. Они запечатлены на полотнах знаменитых русских художников. То есть это безумно интересный материал, почему мы хотели посетителям преподнести эту коллекцию. И мы постарались немножечко сделать такую интерактивную подачу. Почему? Чтобы наглядно продемонстрировать функциональное назначение колокольчиков. Так просто это можно не понять. Оренбургский музей – единственное учреждение в стране, которое носит статус губернаторский. Это особенная гордость, признаются работники музея. Изначально он был создан как государственный. Оренбургский военный губернатор Павел Петрович Сухтилен решил создать первое учреждение культуры, как своеобразную визитную карточку. Предполагалось, что об истории Степного края не только его жители, но и приезжие должны были узнавать именно здесь. На протяжении 190 лет история музея претерпела разные изменения. Были и яркие страницы, были и тяжелые страницы, особенно в годы Великой Отечественной войны. Музей скитался по разным зданиям. И только в 1946 году он получил здание, в котором мы сегодня находимся. Здание музея – памятник архитектуры XIX века. Всего здесь пять залов. Животный и растительный мир, полезный ископаемый из Степного края и особенная гордость – сарматское золото. Уникальные золотые изделия V-IV веков до н.э. обнаружили в ходе раскопок филипповских курганов на юге Оренбуржии. Находку признали научным открытием мирового значения. Коллекция была показана на многочисленных выставках в других регионах. Посмотреть на знаменитое золото сарматов идут не только оренбуржцы, но и гости областного центра. В этом году на посещаемость сказалась пандемия. Если в прошлом году нам достаточно сложно было отследить наш поток, потому что посещаемость нашего музея составляет более 55 тысяч в год, то в связи со сложившейся неблагоприятной педагогической обстановкой в этом году мы знаем, что у нас все-таки наш посетитель – это молодежь. Оренбургскому губернаторскому историко-крывеческому музею еще есть, о чем рассказать и что показать. Но для этого нужны дополнительные площади. В этом году учреждение получило в свое ведение еще одно здание. Сейчас в нем идет ремонт, завершить который планируют в следующем году. Новые экспозиции в разработке, но уже работники музея с уверенностью говорят, что такого оренбуржцы еще не видели. Наталья Мороз, Виталий Салтыков, Константин Воробьев. Новости дня. На этом все. Напоминаем, этот и другие выпуски программы вы найдете на сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова